С трехдневным визитом в Дагестан приехал чрезвычайный полномочный посол Индонезии в России и Беларуси, господин Мухаммад Вахид Суприяди. Он любезно согласился ответить на вопросы нашей программы. Уважаемый господин посол, позвольте поприветствовать вас в Дагестане. Знаю, что вы посетили древний Ельбент, встречались с представителями правительства, деловыми кругами. Какие впечатления от пребывания республики? Я чувствую себя как дома, как будто я нахожусь в своей собственной стране. Потому как мне был оказан очень теплый и радушный прием. Я уже встречался с Муфтием. Я знаю, что я стал первым послом Индонезии, который посетил данные мечети. Для меня это очень важно и очень приятно. И я также хотел бы сказать о том, что я уже встречался с главой правительства республики Дагестан. У нас был достаточно конструктивный и интересный диалог. Кроме того, все эти дни меня сопровождают различные министры республики, с которыми мы также постоянно ведем разговор о том, как нам укреплять двустороннее сотрудничество не только между Россией и Индонезией, но и также Дагестаном. Я немножечко углублюсь в конкретику. В первую очередь я хотела бы пригласить правительство республики Дагестан, а также предпринимательские деловые круги, участвовать в двух мероприятиях. Первое – это Казань-саммит, который пройдет в ближайшее время, а также мероприятие, которое организует посольство под названием «Фестиваль Индонезии в Москве». Направляю фотографии регулярно о моем визите в Индонезию, моим друзьям и коллегам. И хотел бы сказать, что уже есть заинтересованность у предпринимателей из Индонезии налаживать сотрудничество с Дагестаном, в частности в сфере халяльных продуктов питания, а также в туризме, а также в других сферах. Меня также очень впечатлил рынок. Я посетила Махачкалинский рынок, который оказался очень интересным для меня. И я поехала туда для того, чтобы посмотреть, как живут обычные люди. Мне там очень понравилось. Мне подарили огромное количество гостинцев и сувениров. И вплоть до того, я не знаю, мне, наверное, сейчас придется новый чемодан покупать для того, чтобы у меня была возможность это увезти. И хотел бы сказать о том, что мой визит на рынок не был запланирован заранее. Это было, скажем так, такое внезапное решение. И мы туда приехали, все было безопасно. И дело в том, что много сейчас появляется в прессе информации о том, что Дагестан – это не совсем безопасное место. Но я готов, собственными словами, подтвердить, что это абсолютно не так. И вот мой визит на рынок как раз также является одним из подтверждений этому. Это уже в прошлом. Действительно, были такие сложные времена у нас, но сейчас все позади. Как ни странно, при том, что Дагестан и Индонезию разделяют огромное расстояние, все-таки я нашел то, что нас объединяет. Индонезия – самая большая мусульманская страна в мире, а Дагестан – самая большая мусульманская республика в России. И та мечеть, которую вы посещали в Дербенте, наверное, вам рассказали, что это древнейшая мечеть в России. И сам город Дербент – древнейший город в России. А мы находимся здесь рядом с самой большой мечетью в Европе, которая есть в Махачкале. В этой связи, наверное, какие-то туристические перспективы сотрудничества рассматриваются. Да, в этой сфере у нас большие перспективы. Я только что их буквально обсудила с министром туризма. Я вижу у Дагестана большой потенциал. В частности, во-первых, это нахождение на его территории древнейших городов. Второе – это религиозный туризм, который может быть очень интересен для моих соотечественников. Также третье – это природные красоты, которые также могут привлечь туристов из разных стран. Да, и тут я вижу большой потенциал. И мне также кажется, что нам нужно конкретные какие-то шаги предпринимать. Мы вот уже обсудили о том, что одним из таких шагов было бы интересно привлечь индонезийского блогера, какого-то знаменитого, который бы смог бы интересно рассказать о Дагестане, потому как информации в настоящий момент все еще недостаточно. И у нас уже был такой опыт работы в Индонезии. То есть, например, один из наших студентов, обучающихся в Томске, вел очень активно блог, в результате чего Томск, который находится гораздо дальше и где погодные условия гораздо более сложные, смог привлечь более 30 индонезийских студентов, которые в настоящий момент там обучаются. Очень хорошо. Я знаю, что готовится визит президента России в Индонезию. И будет налаживаться сейчас широкомасштабное сотрудничество двух стран в разных сферах. Надеемся, что и Дагестан не останется за бортом такого сотрудничества. Спасибо большое, господин посол, что вы ответили на наши вопросы. Позвольте вам преподнести в подарок книгу нашего прославленного поэта Расула Гамзатова. Он дружил с индонезийскими писателями. Где сам поедюга Ада Сахабада репанулись в Индонезии? Спасибо большое. Да, по поводу визита Владимира Путина, который сейчас готовится, я также обсудила это с главой правительства Республики Дагестан. Дело в том, что в рамках данного визита планируется достаточно представительная бизнес-миссия из России. Нам бы очень хотелось, чтобы были какие-то представители от Республики Дагестан, от бизнеса или, может быть, от правительства, которые внесли бы вклад в развитие наших отношений. И это также, мне кажется, важно для того, чтобы наше общество индонезийское узнало о том, что Россия — это мультикультурное общество и о том, что здесь живет действительно много мусульман, что Россия является самой большой страной с исламским населением в Европе. И несмотря на то, что в России ислам исповедует меньшинство по сравнению с православием, тем не менее, я считаю, что у России есть хорошие межрелигиозные отношения с другими странами. Спасибо большое. Спасибо за ваш визит и за это интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дагестану и за субтитры Алексею Дагестану.